Здравствуйте! Это официальный разговор. Мы работаем на форуме Украина-30, на этот раз на нем говорится об образовании, о науке Украины. Мы об этом и не только сосредоточимся и на вступительной кампании, которая стартует уже скоро, и на внешнем независимом оценивании, которое в активной фазе сейчас находится. Вот об этом пообщаемся с Андреем Бетренко, это замминистра образования и науки по вопросам европейской интеграции. Андрей, здравствуйте! Добрый день! До того, что происходит сейчас, да, ну, кстати, и учебный процесс еще не везде закончился. Мы знаем, что есть учебные заведения, которые продлили учебный год к нерадости детей, конечно, потому что лето наступило, несмотря на погоду, все уже хотят гулять и закончить обучение. Но, тем не менее, дистанционка, как мы ее уже привыкли называть, это дистанционное обучение. Вы для себя резюмировали? Как оно прошло? Насколько эффективным стало? Я хочу сказать, что мы не только резюмировали для себя. Мы провели некоторые исследования. У нас есть государственная служба качества образования, которая проводила два исследования среди учеников, среди учителей, среди родителей. И вот эти исследования нам показали, что результаты дистанционного обучения, они не совсем такие плохие, как это хотят представить в некоторых средствах массовой информации. Более 80% учеников были довольны своими результатами. Более 70% родителей были довольны. Давайте вспоминать о том, что не везде была дистанционка. Первый и четвертый класс учился. Средняя школа в зависимости от эпидемиологической порога. И старшие классы, большинство, конечно, было на смешанной форме обучения. Вот у меня дети учатся в обычной школе. То есть младший сын в четвертом классе ходил каждый день, старший в седьмом классе ходил неделя через неделю. Вот все остальное время он проводил в дистанционном обучении. Поэтому результаты не такие плохие, они действительно являются, скажем так, удовлетворительными. Спрогнозируем следующий учебный год. Понимаем, что это еще кажется далеко, но тем не менее. Готовимся заранее уже в министерстве к тому, что возможно дистанционка, возможно наперед нарабатывать какие-то материалы, чтобы потом было проще. Мы действительно готовимся к следующему учебному году. Мы уже гораздо подготовленнее, чем были ранее. У нас есть проекты такие, как «Всеукраинская школа онлайн», там, где записаны эталонные уроки. Эталонные уроки записаны практически по всем курсам, по всем предметам. Безусловно, мы их пересматриваем, мы их улучшаем и будем это делать постоянно. Мы готовим учителей для дистанционного образования. Около 160 тысяч учителей закончили специализированные онлайн-курсы, которые помогли повысить их цифровую грамотность. Но все-таки мы надеемся, что ситуация с пандемией мировой улучшится, пандемия утихнет, и дети все пойдут в школу. Касательно внешнего независимого оценивания, активно оно сейчас идет, некоторые предметы уже сдались, некоторые еще только предстоит. Что делать важно, если вдруг дети не успели, забыли, проспали, заболели, что важно? Как догнать это все возможно? Те, кто заболел, это уважительная причина для того, чтобы не пойти на внешнее независимое оценивание. А если всю ночь готовился и проспал, разве это не уважительно? Опоздание – это не уважительно. К сожалению, это не уважительная причина. Нужно было отдыхать. Но у нас будет дополнительная сессия внешнего независимого тестирования, будет проходить с 26 июня по 16 июля. И до 23 июля будут известны все результаты дополнительной сессии. Если школа, учебное заведение задерживает по каким-либо причинам выдачу этих документов, дипломов, аттестатов, что делать, куда обращаться, может ли это быть проблемой? Я думаю, что таких проблем не будет. Все школы подготовлены к выдаче результатов обучения. Если школа каким-то образом задерживает эти документы, нужно обратиться в местный орган управления образованием. Если и там вам не могут помочь, то с 23 июня будет работать министерская линия, которая будет горячая линия, которая будет заниматься вопросами поступления, их решения, объяснения, какие-то новые правила, новые особенности, будут вас консультировать. Хочу напомнить, что вступительная кампания стартует с 1 июля, тогда, когда все абитуриенты смогут регистрировать свои электронные кабинеты. Электронная подача документов. Что это? Кто может этим воспользоваться? Электронная подача документов могут воспользоваться практически все абитуриенты. То есть на уровень бакалавра все абитуриенты мы сейчас расширяем на другие уровни, на уровень магистра. Это очень удобная вещь. Она показала свою эффективность в условиях пандемии. Не было ни очередей, ничего. Сайт корректно работал. Поэтому мы сейчас тоже готовимся к электронной подаче. Мы обновили оборудование, обновили программное обеспечение. И я уверен, что никаких проблем с электронной подачей документов не возникнет. Касательно поступления для детей абитуриентов из временно неподконтрольных территорий, из оккупированной части Украины. Что для них? Есть ли какие-то новшества в этом году? Чего им ждать? Куда ехать? Как поступать в университет? Какой-то короткий алгоритм действий. Что зачем? Для детей с этих территорий. Первое хочу сказать, что мы ждем каждого ребенка. Мы за каждого из них будем бороться. 7 июня начинают работать центры Крым-Украина и Донбасс-Украина. При всех университетах. Это по инициативе президента с прошлого года. При всех университетах. Это 140 университетов Министерства образования и науки. 3 университетов Министерства внутренних дел. 14 университетов Министерства информационной культуры и информационной политики. Университета системы Министерства охраны и здоровья будут работать эти центры с 7 июня. То есть весь алгоритм дети могут узнать дистанционно на специализированных сайтах, как и в прошлом году. Кроме всего прочего, будет работать опять же специальная телефонная линия, куда дети смогут задавать вопросы и консультироваться. Дети с неподконтрольной территории поступают без внешнего независимого оценивания по результатам тестирования, которые они будут проходить в один день. Все будет сделано, как и в прошлом году, только для удобства детей, для того, чтобы каждый желающий ребенок попал в Украину и учился в Украине. Куда мы движемся в плане не только образовательной реформы, но и по сути трендов? Это европейское образование, какие-то лучшие примеры, которые мир нам может преподнести? Мы сейчас в баллонском процессе, активные участники баллонского процесса. Баллонский процесс делает образование качественнее. И мы берем европейскую модель и имплементируем ее в Украине. Мы повышаем уровень и качество образования в Украине к европейским стандартам. Мы сделали систему оценивания качества образования. Мы сделали систему оценивания качества каждой образовательной программы. То есть мы должны стать абсолютными членами, равноправными членами европейской семьи университетов и семьи высшего образования. Когда будут результаты этих процессов? Они уже видны. У нас система кредитов, у нас система зачисления. Мы перезачисляем предметы, полученные в одном университете, можно перезачислить в другом. Вы можете выбрать по свободной программе, согласно своей образовательной траектории, любой предмет, который может преподаваться в университетах. Мы даем университетам автономию, у них есть управленческая автономия, у них есть академическая автономия. Университеты сейчас могут выбирать, могут полностью трансформировать свои учебные программы для того, чтобы их выпускники соответствовали потребностям рынка труда. Мы с вами начинали беседу с дистанционного образования и как оно в целом прошло в этом учебном году. Нам этот коронавирус показал, что есть такие вызовы времени, на которые невозможно не реагировать, с которыми нужно работать и придумывать какие-то новые ходы, как выходить из этих ситуаций. Что насчет других вызовов времени? Когда мы поступаем в университеты, абитуриенты, которые нас сейчас смотрят и конспектируют себе или запоминают ту информацию, что им и как делать, они понимают, что учиться им 4, кому 5 лет, за это время в профессии многое может измениться. Мы сейчас слышим о дуальном образовании, когда теории минимум, практики максимум. Что в этом контексте ожидать от учебного года следующего? Дай Бог, что следующий учебный год будет очным. Мы все чудесно понимаем, что есть такие профессии, которым невозможно обучиться дистанционно. Врачи, управлять самолетом нельзя дистанционно, управлять поездом нельзя дистанционно. Ну и хорошую деталь-то не сделаешь, если ты никогда в жизни не держал этот инструмент в своих руках. Поэтому мы абсолютно поддерживаем идею дуального образования, абсолютно поддерживаем идею увеличения практических занятий при получении образования. Есть некоторые планы, которые необходимо внести изменения в законодательство. Может быть, мы рассмотрим возможность уменьшения количества срока обучения до 3 лет. То есть мы реагируем на все вызовы времени. Мы понимаем, что мир меняется стремительно. В завершении нашей беседы для меня удивлением стало, что к нам едут абитуриенты из около 155 стран мира. И причем сейчас эти цифры ниже из-за коронавируса, пандемии, всяких условий въезда и все прочее. Мы понимаем, что это тысячи наших студентов, украинских, десятки тысяч. Мы понимаем, что есть госместа, бюджетные места, за которые государство платит деньги. Мы вкладываем и, образно говоря, инвестируем в своих граждан, да и не только. А как мы потом следим за этими инвестициями, за тем, как они работают на благо нашей страны? Что мы для этого делаем и как мы их мотивируем оставаться здесь? И тех, которые приедут, и те, которые наши. Те, которые приедут, они все учатся платно. То есть, согласно закону Украины, любые иностранные граждане на территории Украины получают высшее и среднее образование, только платно. Но мы заинтересованы, чтобы они остались. Мы заинтересованы, безусловно. Это же огромная поддержка наших национальных университетов. Я хочу сказать, что этот год показал, что даже в условиях пандемии наше образование абсолютно успешное. И снижение количества абитуриентов иностранцев прошло где-то около 5000 на 5000 человек по сравнению с прошлым годом. Для примера, в странах Евросоюза, Великобритании и США количество иностранных студентов упало на 75%. Поэтому наше образование востребовано, наше образование качественно. И цена качества нашего образования удовлетворяет любой спрос на него. Мы не можем заставить человека остаться в нашей стране. Но можем поспособствовать. Можем поспособствовать. Для этого мы должны улучшать качество жизни в нашей стране. И мы стараемся это делать. Кабинет министров все делает для того, чтобы качество нашей жизни в нашей стране абсолютно улучшилось. Делайте. Будем пристально следить за этим. Мы с вами беседуем также. Спасибо. Я вас благодарю, что нашли время, чтобы с нами пообщаться. Андрей Витренко, замминистра образования и науки по вопросам европейской интеграции. Благодарю вас. Спасибо большое. Это был официальный разговор. Спасибо. Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Продолжение следует...